12 марта 2018 года, Пьенчхан, Южная Корея. Белорусская Светлана Саханенко завоевывает первую для нашей сборной медаль паралимпийских игр, выиграв лыжную гонку на дистанции 15 километров в свободном стиле. Всего в столицу южнокорейских паралимпийских игр отправилось 15 белорусских спортсменов, выступающих только в двух приоритетных видах спорта – лыжах и биатлоне. Знаменовцем паралимпийской сборной Беларуси на церемонии открытия стала многократная чемпионка и призер паралимпиад и чемпионатов мира Людмила Волчок. Дальше – больше. За время проведения игр Светлана пополнила копилку нашей сборной еще двумя золотыми медалями – в лыжных гонках и одной бронзой в биатлоне. Удивительно во всей этой истории и то, что для 28-летней Светланы Саханенко игры Пхенчхане были дебютными, а слабое зрение – не врожденный изъян, а приобретенный. Национальный олимпийский комитет. В рамках грандиозного празднования 95-летия спортивного общества «Динамо» пресс-конференция, праздничный концерт и, конечно же, чествование спортсменов. В зале сплошь и рядом заслуженные «Динамовцы» – футболисты, хоккеисты, борцы и многие другие. Наша героиня Светлана Саханенко – гордость физкультурно-спортивного общества. Хотя за выражительной улыбкой, цветами и наградами кроется полное отчаяние и страданий история судьбы. Спортивная карьера Светланы Саханенко началась в родном Новополоцке. С 9 лет наша героиня начала заниматься в лыжной секции. В 15 ее зачислили в Новополоцкое училище Олимпийского резерва. Успешная спортивная карьера, возможность выступить на Олимпийских играх – вот цель, которой она шла. Начиная с самого маленького возраста, у меня была мечта стать олимпийской чемпионкой. Она была сначала такой незначительной и не совсем мне самой понятной. Но мне всегда хотелось стоять на пьедестале. Несмотря на то, что я была, скажем так, слабенькая, хиленькая, но я понимала, что мне надо больше всех делать для того, чтобы добиться какого-то результата. А дальше случилось страшное. Светлана стала терять зрение, и только вмешательство врачей позволило избежать слепоты. Мечты об олимпийском пьедестале испарились мгновение ока. Это, наверное, был самый тяжелый период в моей жизни, когда ты понимаешь, что ты не можешь реализовать свою цель, то есть олимпийской чемпионки. И, скажем так, уходя из спорта, ты теряешь вот этот вот маячок, за которым ты следил, который ты его не видишь. И ты бросаешься во всё, лишь бы только отвлечься от той мысли, что у тебя не получилось. Первое, что меня пугало, это слово «инвалид». На самом деле это было страшно, дико страшно и неприятно. Потому что, может быть, у нас такое общество, где не совсем хорошо так прям воспринимают инвалидов. Не потому что они чем-то ущемлены или они какие-то не такие. Просто само слово «инвалид» ограниченные возможности – это уже накладывает на себя какой-то стереотип человека, ну, скажем так, который ты ничего не можешь. Вот. И это очень больно признавать, что действительно это так. Пугало не только слово «инвалид», но и последствия. Дорога везде перекрыта, по большому счёту. Ну, слово «инвалид» – ты не просто не можешь в спорте участвовать, но ты ещё и на нормальную работу так просто не устроишься. Более года понадобилось нашей героине для того, чтобы принять всё случившееся, вновь встать на лыжи и вернуться в спорт. Пусть и с приставкой «Пара». Другая наша героиня – тоже заслуженная «Динамовка». Мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка мира по вольной борьбе Ванесса Каладинская. Накануне у борцов ответственный старт – чемпионат Европы. Отсюда и максимальная концентрация на тренировках. Предсоревновательный сбор уже близок к своему завершению. База заложена, остаётся шлифовка навыков. Общее построение, вступительная речь главного тренера. Олег Яковлевич, как всегда, на позитивной ноте и с улыбкой на лице объясняет план работы на сегодня. Концовка сборов – сложный период. Все уже изрядно подустали. Как-никак две недели плодотворных тренировок позади. Отсюда и не совсем типичный расчёт перед игровой тренировкой. Футболисты направо, баскетболисты налево. Наша героиня работает по индивидуальной программе. По плану на сегодня – тренажёрный зал. Помимо членства в «Динамо», у наших героинь куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд. 19 лет Ванесса выиграла чемпионат мира. Бобрученко стремительно ворвалась в мировую элиту женской борьбы и была одной из претенденток в споре за золото игр в Рио-де-Жанейро. Но неожиданно сбавила обороты. Причин много, но началось всё с особенного для Ванессы события. В 2013 году на свет появился первенец – Савелий. Ну, наверное, произошло чудо. Я забеременела. И, наверное, с этого, конечно, всё пошло на спад. Вот. Ну, на спад в спортивном плане, естественно, а не в жизненном. А уже спустя 8 месяцев после рождения ребёнка Ванесса провела первый полноценный сбор. Где-то в 9 месяцев я уже поехала на первый сбор. Это было где-то в мае месяце. Ну, нормально проходило, более-менее. Я готовилась, готовилась морально к этому. Поэтому, наверное, это произошло как-то более-менее сглаженно. Конечно, скучала. На выходные приезжала домой. Раньше он был в Майке, он ничего не понимал, скажем так. Мамы нету, папа есть рядом, там, например, бабушки, дедушки все помогали. Он такой сам по себе ребёнок социальный у меня. Вот как его с самого детства приучали, что я и оставляла его, и он в обществе был. Ну, постоянно, да. То есть для него это нормально. Это не было никогда таких супер-истерик о том, что у меня нету, о том, что вот он как будто бы один. То есть он это переносит спокойно, как и сейчас, если я уезжаю на какие-то... Хотя сейчас, мне кажется, он переносит это труднее почему-то. То есть он более уже это осознанно, он привык ко мне, да, и он больше скучает. Вот он скучает по маме именно. И я, конечно, по ним скучаю. Однако максимализм и желание поскорее вернуть в былую форму сыграли с нашей героиней злую шутку. Было немножко неправильно выбран план восстановления после родов, после всего. И чуть-чуть неправильный набор формы. Наверное, более поспешно это все хотелось сделать. И, наверное, вот это как-то повлияло. И потом начались проблемы со здоровьем на этом фоне. Гормональный сбой, он произошел вот на фоне перегрузок всего. Но был больше эмоциональный еще срыв у меня. И оно как бы усугубило эту ситуацию. Я так думаю. Вот. Ну, потом вот начала ходить, конечно же, по врачам. Сначала это все обнаружилось в диспансере у нас, в Минском, в Республиканском. Вот. И, наверное, может быть, или врачи как-то не сталкивались с такой ситуацией. То есть был немножко неправильный курс моего лечения выбран. Которая позже обернулась тяжелейшим разочарованием, серьезными проблемами со здоровьем. И, как следствие, пролет мимо Рио. Восстановление мое немножко затянулось, вхождение в форму. Только вот, как получилось, к 2016 году я пришла более-менее в нормальную форму, в нормальный тренировочный режим. И поэтому уже ничего не получилось. Не отобраться на Олимпиаду 2016 года, ничего. Ну вот, скажем, с 2016 года я только начала работать нормально. Да, было на самом деле тяжело, но больше, наверное, спасибо главному тренеру, если честно. Спасибо вот моей динамовской команде о том, что они мне продолжали поддерживать. То есть они мне не кинули в этот тяжелый момент. Хотя я была и после родов, да, и как бы нету как такового результата особо. Они все равно в меня верили. Это, естественно, очень мне помогло восстановиться. И сейчас вот даже показывать какой-то результат. Вот. Ну а так, все родные и близкие поддерживали. И, наверное, это как-то спасло ситуацию психологическую. Потому что, естественно, прежде всего тяжело, да, психологически настроить себя на то, что ты все-таки с этим справишься. Гормональный сбой и серьезные проблемы со щитовидкой. В итоге поставили печать негодна и запретили тренироваться. И всей этой драмы Ванесса выбыла из строя на год. Настоящим спасителем стал профессор Лариса Данилова. Слава богу, получилось найти хорошего специалиста. Вернее, самого лучшего. Выбран правильный курс лечения, который сейчас мне помогает. И я сейчас дальше прохожу его. То есть это не то, что болезнь отошла на какой-то задний план или вообще исчезла. Она есть сейчас. Я с ней тренируюсь, занимаюсь. Но, конечно, все-таки, возможно, в перспективе нужно будет что-то делать. Или облучение, йодотерапия, или вырезать. Ну, не знаю, как там дальше сложится ситуация. В марте 2016 года Каладинской разрешили тренироваться. Я была рада только тому, что, слава богу, я могу тренироваться, я могу присутствовать на сборах, я могу быть в общем режиме, в общем коллективе. И, ну, вообще, я была просто от этого рада. После паралимпийских игр у спортсменов заслуженный отдых. Спорт практически отсутствует. Есть йога, стретчинг и пилатес. Но это больше для души. Последнее время наша героиня частый гость на всевозможных чествованиях и церемониях награждения. Но так ведь было не всегда. Даже белорусская паралимпийская семья приняла не сразу. Изначально даже белорусская паралимпийская семья меня не хотела принимать. Так как, действительно, я пришла со здорового спорта. И они все считали, что это нечестно по отношению к ним. И, ну, скажем так, что говорили, что я вроде бы как и специально стараюсь попасть туда. Было очень неприятно. Вот это тоже очень такой тяжелый момент, когда тебе вот надо доказывать то, что ты не видишь. И это неприятно. И ты не хочешь даже в этом обществе находиться. То есть изначально. Но меня грело только то внутри, что я занимаюсь своим любимым делом. И кто бы что ни говорил, кто бы что ни делал. Потому что, ну, всякие моменты были. И подставляли, и некрасиво делали. И всячески пытались вот мне показать, что я вот такая вот, я все вижу. И чем больше они так делали, тем больше мне хотелось показывать, что я вполне могу обходиться без всех вас. И что я хочу быть полноценным человеком, несмотря на то, что у меня есть такие же проблемы, как и у вас со зрением. Просто вы сидите и ноете, что вы инвалиды и что вам все должны. А я просто это делала так, что я не считаю, что инвалидом кто-то что-то должен. Государство, не государство. От того, что у тебя так случилось в жизни, это не значит, что все вокруг виноваты. И я не виновата в том, что у меня плохое зрение. Ну, так получилось. И надо просто с этим уметь жить. И все. Но для девушки, родившейся в семье, где вместе с ней пятеро детей, борьба за родительскую любовь – привычное дело. Ну, я же говорю, когда мне говорят, что многодетные семьи самые дружные, ну, нет. Ну, не так. Ну, это закон жизни, закон людей. Что, ну, не может быть такого, что когда ты действительно дерешься за это внимание мамы или папы, и, ну, скажем так, ты пытаешься быть лучше, чем все остальные, чтобы вот выделить, чтобы на тебя обратили внимание, вот. И каждый выделялся как мог. Жили без излишков, скорее, даже очень скромно. На те времена научили нашу героиню по-настоящему ценить то, что имеешь. Кусочек батона и стакан молока. Вау, это круто, это все. То есть ты на целый день можешь быть просто удовлетворенно на вообще. И дальше можешь гулять. Но если ты не успел, увы, то ты не успел. Ну, вы знаете, я не жалею о том, что так было. И это, я даже сказала, с приятным моментом я вспоминаю. Где-то с больным, но с другой стороны я понимаю вот этот вот вкус действительно батона, когда ты ощущаешь вот ценность того, что есть на данный момент. То есть тогда у нас этого не было, но сейчас это еще больше, мне кажется. Оно втройне такое же удовольствие приносит. Хотя батон я сейчас вообще не ем. Однако свой отпечаток все же оставили. Детство, вот эта вот нехватка внимания, которую ты потом переносишь уже на взрослую свою жизнь. И нехватка одежды там и так далее. То есть у меня сейчас даже до сих пор есть такое, что ты проходишь мимо магазина, ты понимаешь, что ты можешь купить и так далее. Но раз, и ты понимаешь, что ага. То есть раньше у тебя и этого не было. Плюс, конечно же, если ребенок недолюблен, это переносит на личные отношения. Ты требуешь внимания отца, и, конечно же, для девушки это вот внимание мужчин уже с другой стороны. То есть ты ищешь совершенно другое. Ну, то есть это тоже есть маленькая проблема, с которой вот я тоже столкнулась. За триумфальное выступление в Южной Корее полагаются неплохие премиальные, но зависти в семье нет ни у кого. У меня теперь уже скоро будет своя семья. И я считаю, что я должна свою жизнь устроить. Конечно же, я помогаю маме. Это даже не обсуждается. Но все остальные такие же взрослые люди, которые каждый отвечает сам за себя. Как ни крути, но это так. То есть почему я должна это делать за всех? То есть кто-то сидит и ничего не делает, а кто-то, ну, скажем так, работает, пашет. Я бы не сказала, не просто работает, а пашет. И когда я работала на двух, на трех работах, кому мешает так же делать для того, чтобы получить то же самое. Поэтому, если нужна помощь в каком-то таком ключевом моменте, я обязательно, то есть, конечно же, я... Все, что касается здоровья маминого и брата младшего, это 100%. Но все остальное, я считаю, что каждый зарабатывает сам для себя и решает, какую планку ему зарабатывать с мамой. Самое удивительное, что никто из них не попросил. Они знают, каким путем мне досталось это все. Все, каждый проходил все эти моменты со мной, все в горести и знали, как это было для меня тяжело. И все знают, сколько я работаю для того, чтобы это все получить. И знают, во-первых, сколько стоит квартира, сколько, чтобы туда что-то купить и так далее, и тому подобное. И я ни разу ни от кого из семьи не услышала, что вот помоги им, вот мне надо. На преодоление 10 станций сегодня потребовалось гораздо меньше времени. Плодотворные тренировки дают должный результат. Чемурат и тренер, и сама спортсменка. Утренняя тренировка завершена. Впереди обед и отдых. Вечером будет работа на ковре. Ведь предстоящий чемпионат Европы – важный и очень ответственный старт. Я чемпионка Европы один раз. Сейчас мы едем на Европу. Естественно, мне хочется быть двукратной. Но это нормально, мне кажется, да? То есть, ну, такие банальные мечты, наверное. Особенно после прошлогоднего триумфа на чемпионате мира в Париже. Путь к которому, как свойственно для Ланессы, получился драматичным. Получилось все банально, на самом деле. Я съездила на Европу. Я выиграла. Все со здоровьем, слава богу, мне было уже налажено. Все было в порядке. И потом на тренировке ничего не предвещало беды, как говорится. Я обстояла в паре, не было никакого особо не опасного положения, ничего. Просто щелкнула и все, скажем так. Ну, это в двух словах. Вот. И потом, да, опухло-опухло. Я встать вообще не могла, ничего. Не могла встать на голеностоп. И, ну, надрыв связки был. Немножко долго заживала. Ну, плюс это голеностоп, ты на него постоянно опираешься, ты ходишь. Да, оно из-за этого немножко осложняет само выздоровление процесс этот. Вот. Я опять почему-то стала работать по индивидуальной программе. Опять не в общем режиме. Немножко это вроде как бы облегчало мою ситуацию. Но после Европы я не съездила ни на один турнир. Поэтому было немножко все равно тяжеловато настроиться. Да, тем более на Европе выиграла. Мне не хотелось уже проигрывать. И я сама как-то тоже. Вот. Внутренне почему-то была уверена, что все будет нормально. Я поеду, я не до конца ничего не дорву. Я сделаю то, что я... В какой я сейчас форме, я ее покажу. Вот так и произошло. Наверное, в такой я хорошей все-таки форме была. А там и до Токио рукой подать. Я не хочу строить каких-то планов на самом деле. Потому что, как показала моя личная жизнь, что все меняется вдоль секунды. И вот за год, за полгода все может очень круто измениться. Вот. Ну так, конечно, я настраиваюсь на Токио. Мне, по крайней мере, очень хочется дотренироваться до этого времени. Естественно, да, выступать, отобраться и поехать. И там уже, как Бог покажет, как скажет. Это сейчас Светлана, член национальной паралимпийской сборной. Но так было не всегда. Чего только не было в жизни нашей героини. И разговоры про закос по слабовидящую, и таинственное исчезновение документов для Международного паралимпийского комитета. После чего даже выгнали из общежития и забрали инвентарь. Но желания возвращаться в Новополоцк ни с чем не было. Подрабатывала тренером, официанткой, участвовала в коммерческих соревнованиях. Чтобы получить общежитие, устроилась слесарем на завод и собирала розетки. Из-за чем? Сравнение что-то? Ну да, есть такое. Несмотря на то, что проработала на заводе чуть больше месяца, то время наша героиня запомнила навсегда. Ой, здесь ремонт, да. Ремонт на сверну, поэтому нас тут будем окольными путями. Находясь в окружении таких же людей, с такими же проблемами, наконец пришло сознание того, что разницы между олимпийским и паралимпийским спортом нет. Изначально у меня было, что мне казалось, что я выше только тем, что я всю жизнь в спорте. А ведь туда приходят люди, которые никогда не занимались спортом. И мне, конечно, было немножко неловко изначально, потому что я все умею. Но потом, скажем так, пришло сознание, что зрение-то у меня точно такое же, как и у них. И, скажем так, кому мешали с самого детства заниматься. И то есть моя работа, которая проведена уже на протяжении стольких лет, она как бы, вот она реализовалась, и она заслужена. Как выглядит мир глазами человека со зрением минус 12, представить сложно. Если 100% человек единицу видит, то у меня 0,03. Ну, то есть получается 3% зрения. Оно не корректируется. То есть, несмотря на то, что я ношу линзы минус 12, но я, скажем так, я вижу чуть-чуть ярче предметы вот эти вот. Они хоть и в расплывчатом виде, но они хотя бы, я выделяю цвета. Вот. А так, по большому счету, как бы у меня вторая группа инвалидности. Но Светлана осознанно отказывается от палочки, темных очков и сопровождения. Все дело в гордости и нежелании признавать себя в чем-то ограниченной. Что, в свою очередь, всегда чем-либо чревато. Стараюсь выбирать то место, где бы я уже умела. Ну, то есть я знаю, где что, как находится. Чтобы не было такого, что я где-то зацепилась, где-то, ну, там, что-то там не заметила. И когда мне человек говорит, ой, это там, видишь, вот смотри, вот это вот. Да. Я говорю, да, я вижу, но на самом деле я не вижу. И, ну, иногда это прокатывает, а иногда это не прокатывает. Несмотря на все это, Светлана благодарна Богу. Я хоть что-то вижу. В любом случае, это когда ты закрываешь глаза и ничего не видишь. Это на самом деле есть разница, поэтому я благодарю Бога за то, что хотя бы есть вот это. Вторая тренировка на ковре – отработка индивидуальных действий и шлифовка наработанных приемов. К тренировке нужно еще и подготовиться. Кому косичку заплести, кому взвеситься или затейпироваться, детям тоже не скучно. Существует такое понятие, как борцовское братство. Однако в случае с нашей сборной больше подходит выражение «семья». Своего рода борцовский детский садик тоже имеется. Когда они видят, как их матеря тренируются, как им тяжело все, у них нету такого вот «дай», «возьми меня», «поднеси меня». Видят, что мама устала, даже они каким-то образом проявляют заботу. Сложно, тяжело, а местами даже мучительно больно. Но наша героиня каждый раз находит в себе силы продолжать двигаться вперед, несмотря ни на что. Характер – это неукротимость. Я повторяюсь, может быть, но когда Ванесса начала бороться, и когда она на чемпионате мира на том еще, я, она сначала обиделась, но даже не обиделась, почему. Я сказал «питбуль» – это хватка, но это в характере заложено, в желании. Главный тренер командует общее построение. Сегодняшнюю тренировку посетил особый гость – командар Маджидов. Объявление состава нацкоманды на предстоящий континентальный форум. Напустленные слова из уст заслуженного мастера спорта СССР, олимпийского чемпиона с марта 2017 года и председателя Белорусской Федерации борьбы. Лучшей мотивации не придумаешь. Обе наши героини не привыкли жаловаться. Их главная кредо – идти к успеху, несмотря ни на что. А при должном упорстве результат обязательно придет. Что касается целей и задач, которые перед собой ставят девушки, все банально. Простое желание быть лучшим и еще раз доказать себе и окружающим, что человек способен на многое. Главное… Всегда надо верить в какие-то мечты, во что-то, вот, скажем так, вообще во что-то верить. Всегда. И просто что-то надо делать для того, чтобы что-то получилось, надо что-то делать. А счастье в самом вот этом, в достижении, что ты знаешь, что ты можешь этого достичь, и ты, вот, в самом пути к достижению каких-то мечтаний своих, да, будь то олимпиада, будь то замужество, к примеру, будь то еще какое-то, вот, я, допустим, на второе высшее хочу поступать, да, то есть вот в самом вот этом пути счастье вот именно в данную секунду, здесь и сейчас. А если говорить о мечтах, то, конечно же, как и обычные девушки, наши героини мечтают о простом семейном счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова